Этого телепутешественника российская аудитория знает по популярной программе «Непутевые заметки». Она вышла на экраны после развала СССР, когда большая часть населения страны еще не имела возможности выехать за границу и своими глазами увидеть удивительные места, нравы и быт иностранцев. Более двух десятилетий телезрители путешествовали вместе с ведущим, открывая для себя зарубежную действительность. Смеялись, удивлялись и неизменно мечтали совершить маршрут по следам непутевых заметок. Вы, наверное, уже догадались, о ком я хочу рассказать сегодня. Разговор пойдет о Дмитрии Крылове, биографии, личная жизнь которого интересна многим. Как сегодня живет ведущий телепрограммы «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, наш ДК. Ваш сеньор, помидор ДК. Дмитрий Крылов родился в конце войны на берегах Охотского моря на Дальнем Востоке. Его появление на свет выходило за рамки привычного и стандартного. Маму Дмитрия не успели довезти до роддома из-за сильного шторма, и ей пришлось рожать прямо в море, в шлюпке. Это было 29 сентября 1946 года. Отца на момент рождения мальчика уже не было в живых. Детство Дмитрия прошло в подмосковном Звенигороде. Оно мало чем отличалось от жизни простых мальчишек. Может быть, чуть большей была тяга к приключениям, которые он умудрялся находить в самых обыденных местах. В школе он учился абы как, и закономерно, что получив аттестат, отправился отдавать свой долг родине. Служил будущий телеведущий в мотострелковых войсках. В 60-е годы Дмитрию удалось побывать за границей в Чехословакии. Эта поездка произвела на него большое впечатление. Вернувшись, он поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. Профессия привела его в концертный зал «Россия», где Крылов работал помощником режиссера. Этой работе он отдал 11 лет своей жизни, но удовлетворение от съемок попсовых концертов не получал. Случайная встреча с Михаилом Задорновым открыла ему новые перспективы. Сатирик помог Крылову попасть в литературно-редакторский отдел. Во время печальных событий августа 1991 года Крылов вместе со съемочной группой находился в Лондоне. В новую страну он привез отснятый материал, из которого решил сделать пилотный проект, назвав его «Непутевые заметки» или «Из Лондона с любовью». Пробная программа была воспринята с интересом, и Дмитрий Крылов стал неизменным телегидом по странам мира. С сутками и долей иронии он знакомил российских жителей с Туманным Альбионом. Веселился на венецианском карнавале, пробовал жареного скорпиона и пил коктейль из змеиной крови. Опускался к глубинам коралловых рифов и разгадывал загадки древнейших племен. Крылов объехал, как принято говорить, вдоль и поперек более 130 стран со съемочной группой, некоторые страны не по одному разу. Побывал даже на Северном полюсе. А главное, очень интересно, просто и доступно рассказывает о своих путешествиях в передаче «Непутевые заметки». В интеллигентного и обаятельного ведущего влюбляются тысячи женщин, но лишь одна из них сумела добиться своего. Он женат, страшно подумать, четвертым браком – на Татьяне Бариновой. Причем романтическая история такова, что Татьяна влюбилась и нашла Дмитрия Крылова сама, 28 лет вместе. Этот брак он считает идеальным, а предыдущие три не совсем удачными, знал бы, не женился. Все мужчины в этой семье носят имя Дмитрий. Третья жена в 1987 году родила ведущему сына Дмитрия, он дизайнер. Сын Татьяны, тоже Дмитрий, оператор. Так бывает, устали и ничего нас не радует. Хочется сменить обстановку, свой уклад жизни, сбежать на отдых. Телеведущий Дмитрий Крылов повидал десятки стран, но считает, что самое красивое место в мире – там, где находится его любимая дача, под Звенигородом, в местах, которые зовутся Подмосковной Швейцарией. Дача, которую они построили вместе с Татьяной. Кстати, их брак называется гостевым. Каждый из них живет в Москве в своей небольшой квартире. Встречаются два раза в неделю, но в течение недели постоянно на связи, переписываются и созваниваются. На небольшом, но очень уютном участке расположился хозяйский домик, гараж, зона для барбекю и ухоженный сад. По словам телеведущего, дом они купили около шести лет назад, уже в готовом виде, и за эти годы лишь дорабатывали и украшали свои владения. Но главное, по словам самого Дмитрия, не то, какой дом, а то, какое место. Дом всегда можно реконструировать, а вот место. С просторной террасы открывается восхитительный вид в сторону Москвы-реки. А самое замечательное – это разливающиеся на дни закаты. Уютный двухэтажный дом с балконом и верандой, а вокруг сирень, фруктовые деревья, елочки, зеленые газоны и белоствольные березки. Дорожка из разноцветной плитки, крыльцо, отделанное мелким камнем, ступеньки и, самое главное, веранда – это любимое место домочадцев. Благодаря газовым обогревателям на ней с комфортом можно проводить время до глубокой осени. Семья ведущего очень любит животных. Огромный черный пес, длинношерстная овчарка Элвис – хозяин, друг людей и красавец, как называют его владельцы. Но главное сокровище скрывается внутри дома. Дмитрий Крылов объездил почти весь мир, создавая свои знаменитые «Непутевые заметки» и другие передачи. И, конечно же, отовсюду привозил всевозможные памятные сувениры. Дом под завязку заполнен забавными штучками – картинами, фигурками, гобеленами, масками и ракушками со всех концов света. Настоящая пещера Али Бабы. Интересное панно, каминные часы в виде большого черного слона, лампа с основанием в виде носорога. Это все вещи, которые приносят комфорт не только дому, но и душе. Здесь легко отдыхается среди милых сердцу сувениров. Дмитрий Крылов увлекается охотой и даже выделил в своем загородном доме целую комнату для демонстрации трофеев. Особое место в ней занимает стеллаж с каганерами – традиционными каталонскими фигурками человечков, справляющих нужду. Такого вы точно не видели. Легкий раздвижной стол на 8-12 персон. Ротанговые стулья, украшенные мягкими подушками синего и бордового цветов. Загородный дом ведущего непутевых заметок заметно преобразился благодаря проекту «На дачу». У семьи Дмитрия Крылова преобразилась веранда. Она стала современной и очень удобной. Обратите внимание на пол. Идеальная террасная доска серого цвета. Этот цвет очень удачно вписался. Стены, шторы, основания мебели такого же оттенка. Напротив обеденного стола – зона отдыха с ротанговыми диваном, креслами и пуфами. Стеллаж в виде лодки напоминает путешествие и романтику. Как вам? Нравится? Дух приключений присутствует. Дача для Дмитрия. Зона комфорта. Здесь легко работается. Пишет книги, разбирают свои архивы, готовит материал для новых передач. Перед домом не только зеленые лужайки. Здесь зона барбекю. Зеленый травяной рулонный газон удачно скомбинирован с квадратными бетонными плитами. Очень стильно. Гриль – просто мечта. Со всевозможными функциями для приготовления еды. Посередине площадки – стол из архитектурного бетона. Он элегантен. Рядом бетонное кашпо для декоративных сосен. И огромный уличный зонт. Он по вечерам подсвечивается светильниками. Уютно, стильно и со вкусом. Дмитрий Крылов продолжает путешествовать по миру вместе со своей женой Татьяной и видеокамерой. Неизменно появляется в телеэфирах. Кроме телевизионной карьеры, Крылов продолжает писать книги, преподает в университетах, организует творческие встречи в разных городах страны. Он счастливый владелец большой и верной аудитории, которая любит ироничный стиль и оптимизм автора. Его возраст приближается к 80-ти, но в душе Дмитрий Крылов все так же молод и активен. А в мире для него еще много неизведанного и интересного. А вы смотрите «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым? Поделитесь об этом в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Хорошего вам настроения и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»